Так, ребята, вот так выглядит могила Михаила Грушевского, первого президента Украины в 1918 году. Некоторые считают, что первым президентом Украины путается, что был Кравчук. Нет, в 1918 году Михаил Грушевский был первым президентом Украинской Народной Республики. Так, выглядит его могилка, прямо возле Вознесенской церкви. Его памятник почти на главной аллее находится вот здесь. И так вот выглядит могилка с 1868-1948 годом. Потом оккупация Советским Союзом, и его с ним репрессировали. В общем, НКВДшники за ним следили. В итоге умер в Кисловодске во время хирургической операции. Вот его тело перевезли в Киев. Упокоится могилка Олеси Гончара, украинского писателя, писателя, публициста и героя соцтруда. Так вот выглядит могилка тут. Правда, вот даты здесь. Я не в курсе, что это за даты здесь, но они видны. Так вот, в принципе, покоится его на главной аллее. Собственно, он так вот тут находится, на центральной аллее. Пойдемте дальше. А тут покоится Зоя Гайдай, я прошел мимо. Это советская оперная певица, педагог. Ну, собственно, вот так она, ее могилка. Вот так вот выглядит. 1902-1965 год. К сожалению, я в интернете не написано, как она умерла, из-за чего. Ну, в принципе, вот так вот выглядит. Так, ребята, а это могилка Леонида Кадынюка, первого космонавта Украины, независимой. 5 декабря 1997 года совершил космический полет продолжительностью на 15 суток в качестве специалиста по полезной нагрузке на американском космическом корабле-шаттле «Колумбия», где выполнял эксперименты Института системных исследований человека по тематике человек и состояния невесомости. По сведениям российских СМИ, плата за полет была символической 87 тысяч долларов. С января 1998 года начальник управления авиацией войск ПВО Украины. Но это всего лишь мало информации, о которой я могу рассказать. Не то я эту информацию прочитал с интернета, так как не запомнил. Ну, это все не запомнишь. К сожалению, памятник еще не поставили. Он в 2018 году умер, видимо. Ну, всегда через год ставится. Видимо, еще поставил, может готовится какой-то красивый памятник. Ну, он должен быть, это первоначальный, просто могилка. Вы же знаете, когда хорон человека, еще деревянный крест стоит ровно год, а потом уже через год, с 31 января 2019 года, должно быть уже поставлен память. Может задержка, а может, не знаю. Какая-то такая история об этом космонавте. Могила Быкова Леонида Федоровича. Вот так оно выглядит. Скромненькая такая. Наконец-то нашел. Кто знал, но вот так оно выглядит, видимо. Может быть, это его жена, толком не знаем. Собственно, вот так вот. Я, слава богу, по ступенечкам так обнаружил. И шел, и шел, и вот так оно выглядит. Могилка. Да, великолепный артист. Да. Могила Андреевского Анатолия Тимофеевича. Герой Украины, народный артист Украины, народный артист СССР, лауреат национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Державный дияч. Академик и профессор. Вот так вот. Улилитова Могилка. Также, ребята, кто знаком с их творчестью, кто-то знает. Гончар Игор. Сирота Михайло Дмитрович. Подробнее могил я не могу смотреть, так как они находятся, ну, сильно, так сказать. И я не буду лазить. Вылазить один на одного, это как бы, типа, неправильно. Вот интересный памятник тоже с таким крылом, как бы. Ну да, это крыло такое. Не знаю, туда, по-моему, не подойти. Если только по... узкой вот этой тропе, так сказать, туда можно подойти. Не знаю, интересно все-таки сейчас. Вот. Он научился летать и не жалел о цене, которую заплатил. Он может летать выше. Предела нет. Зинченко. А вот могила почетного художника народного и почетного гражданина города Киев, член КПСС. Видите, образ художника такой. Как там называется вот это? Там, где краски. Я забыл. Символизирует. Видно, кем он был при жизни сразу. Просто я подробную информацию, как бы, чуть-чуть узнал о нем. Что он был не просто художником, а народным художником из СССР. А это мы гила украинского певца Маколы Мазоова. Вот она, как выглядит, не знаю, в 2010-ом номер. Композитор, народный артист Украины. А вот могилка. Да, великолепный поэт, который прославлял украинский язык еще в Советском Союзе, но его уничтожили, просто загноили в тюрьме. Да. Не боялся высказаться на украинском языке. Стихи такие писал, которые прославляли украинский язык. Язык, да. 1985 год. Ну, ребятки. Вечная память. В общем, ребята, вот такой вот вышел видос. Показал вам знаменитости и пару новых локаций. Надеюсь, вам было интересно. На этом я ролик заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Респект за поддержку. И до скорых встреч на просторах Ютуба.